Как хранить сухие семена до высадки? Один из важнейших вопросов, почему я перекрою этот самый вебинар. Маленькие стеклянные баночки с закрученными крышками. Вот так. Получили высыхие семена, многие получили, храните. Это первый этап. А если еще год продолжайте хранить, то проветривайте. Вот так же. Ничего не делается. Был случай, когда на третий год зашли, был случай, правда один мне говорили. Значит, ничего страшного с ними не случается. А если садить ближней весной не надумали, откройте банки, встряхните. Хорошо встряхните, закройте и ждите следующий сезон. Примеры лично у меня были. Если, может помните, сейчас я напомню, один год я продавал только прошлогодние. Я с ужасом ждал, что мне пойдет поток писем. А я сам-то впервые так, да, лежат все прекрасно. Этот лишний год погреба, все нормально. Часть высылал сухими, часть рефицировал. Сам высылал уже в сыром песке. Я так ждал ужаса, я ждал позора. Нет, я, конечно, у меня была внутренняя уверенность, что обойдется. А все равно где-то внутри червячок сидит и говорит, ну, ты попал в железу, ну, ты и попал. Пришла пора всхожести. Взошли, взошли 100, 90, 70. Ну, у кого-то 15%, 30. Но это, учитывая их квалификацию, это еще и хорошо, что 15, 30 и 100. Вот. Короче, я понял одно. В целом сложилось впечатление, бесциферное впечатление. Как минимум, не хуже и, возможно, даже лучше, чем свежее. Я не знаю, чем это бесит. Я всегда пытаюсь сказать какие-то причины. Я пытаюсь встать на место семечка. И вот, когда я попытался встать на семечко, которое в холоде стуча зубами. Ему тепло надо, ему солнышко надо, ему теплую почву надо, ему водичку надо. А оно лежит, оно не сохнет, не портится. Но оно лежит в холодильнике, меньшая часть, большая часть погребет. Стучит зубами и ждет, 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 ждет. Время прошло, а оно в банке. Представляете, это тоже самая тюрьма. Приходит второй сезон, наконец, ура, кто-то купил. Вот. Одна из причин – ждет, потому что мало покупать. Вот. Было, что пришлось два года продавать. А тут как раз второй год случился неурожай. И вот, наконец, почувствовал тепло годом спустя. Ура! Присходы даже немного лучше, чем первый год. Видите? Вот так я чувствую, когда я становлюсь на это. Вместо семечка залажил погреб. Остатки былой роскоши, но спрос скромненький. Бутылка пива садоводам выходит полезнее. Не удалось отправить раньше сухими. Пришло время С. Разорву мешочки и начну второй этап сертификации. Понял, о чем я сидел. И распасовано. Лучше бы сухими продать. И дорогу переносят лучше, чем сертифицированные. Вот. Вот. Ну, сейчас делать нечем. Племянница берет. Разрывает. Пешок. Ну, то есть сделала была дурная работа. Начинается второй этап. Сертификация. Но это уже искусственная сертификация. Вот так они еще месяц назад выглядели. Правда, повбавилось, но еще много. Вот так. Ладно. Главная ошибка садовода. Главная ошибка. Это болезнь какая-то. Помешивший этап. Врачи на подоконник. И никто не заставляет. И никого я не убеждал. Это прямо болезнь. Нет. Я посажу горшочки. Это при том, что как раз рекация должна подходить. Ниже покажу. Как раз к высадке. Вот. Нету, понимаете. И они спят. Нет. Надо их разбудить. А что такое горшочек? Вот это инвалид. Вроде бы все нормально. Косточки наружи. Наружи. Вот. Самое страшное. Я на самом деле. Ну как. Помните. Еще один. Идиотский вопрос. Я вот его называю. То дебильный. То идиотский. То вообще непонятно. То предательский. Как будто специально. Вспоминаем. Где должны находиться. Семидоли. Под землей. Или над землей. Ну. Придумайте такое. А. Погодите. Ведь если человек ответил правильно. Над землей. Он должен доказать. Почему не под землей. А ведь действительно же. Большинство то под землей. Ах. Я назвал этот вопрос дебильный. Но дебильный заключается в том. Что давая ответ. Человек может. А. Откуда. Дети этого не знают. Сто человек. Остановите. Выпускников. Задайте этот вопрос. Ни один не ответит. Но. Когда они сдавали. Это. Они. Где-то галочки ставили. По земле. Над землей. Вероятность. Эта самая. Вот так. Если не знаю. 50 на 50. То есть. Половину угадали. Половину не угадали. Так. А. Большинство садоводов. Не имея об этом понятии. Просто читает. Я вам сейчас скажу. Держите за стулья. Ребята. Вот. А. Нет. Ниже будет это. Ссылка. Я. Нет. Сейчас скажу. Почему. Я не буду эту ссылку открывать. Почему. Не буду позорить. Итак. Наша республика. Уральская. Значит. Школа. Сидит человек. Который называется. Председателем. Клуба садоводов. Или даже еще круче. И его зам сидит. И он начинает рассказывать. Про абрикосы. Спасибо. Алексей. Это. Самый. Вы мне прислали ссылку. Я посмотрел. За голову схватился. Вы все мне там написали. Обратите внимание. Что сказал этот супер специалист. Что она оказывается. Повторяется. У косточки. Повторяется. Всегда. Повторяется. Мудилийское качество. Но это не правда. Вот. Это хорошо. Еще я свои показывал. Вот с такой берешь конечно. Можете надеяться. Вот. Вот. А если как тот парень. Помните. Прошлогодние. Время. Тот самый парень. Который накупил полудетих. И думает. Куда насатывается. Там то с каких этих. Самое. Ветром надует. И вот получается. Что. Люди не знают. Под землей. Или на земле. Понятия не имеют. А он то что. Это. На первый. Это мне. Виноградов. Обратил внимание. А я сам на что. Обратил внимание. Закапывайте семена. На шлик лопаты. Где будут семидоры. Кстати. Вот они. Видите. Почему они так высоко. Уже уродство. Но здесь понятно. Посадили неестественно. Где вы видели в природе. Посадку. Чтобы вокруг была вот тень. Вот это. Тень. 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 Вот видите. Сколько мы наговорили вам. Выше. И ниже. Недостаток света. Это как бы выходили в шею. Длиной полметра. Вот. Если вас закопать. И ставить одну шею. Итак. Опять приходит. Мне говорят. Ада Брямс. Ага. Ада Брямс. Отругал того. Кто этот. Мне прислал фотографию. Еще выше семя доля. А вот это вот. Жалкое. Вот это вот. Понимаете. Это. Даже. Не. Она лезет. Почему. Потому что ему свет нужен. Вот эти стенки мешают. Это. Даже. Не. Штамп. Это. Полумертвое дерево. Скорее всего. Умрет. Потому что. Штамп. Вот это. Вот. Еще. Показывает. Как бы. О. О. Показал. Что вы творите то. Но здесь. Никто не учил так. Просто человеку. Мало показалось. Что. Землю. Пожалел. Трудно было. Вот это вот. Обрезать. Получился урод. А вот это. А потом. У меня. Ваши саженцы. Погибли. Наверное. Представляете. Мне. Железы. Говорят. Ну саженцы погибли. Откуда я знаю. Таких много извращений. Какое именно. Было у человека. Вот. Наверное. Семена были плохие. Или. Наверное. Семена были поморожены. Почему он решил. Что поморожены. Ниже. Один из симков. Который войдет. Золотую коллекцию. Фото. Которые. Не надо объяснять. Не садоводу. И то. Что должно быть понятно. Ой. Извините. Не всем. То есть. Понимаете. Это. Я взял. Однажды. Позвонила женщина. И похвасталась. Еще раз показываю. Ну. Сегодня я решил показать все. Отлично. Зашли абрикосы. Я взял по своей нудности. Спросил. На какую глубину были закопаны косточки. Ответ. Как в книге. На 7-8 сантиметров. Хватаюсь за голову. Ведь в горшочках это еще опаснее смертельно. Чем в поле. Сырость добавляется. Смотрите. Какая сырость. Вот. Прошу откопать до косточек. Срочно. И писать фото. Вот оно выше. Когда-то этот снимок пойдет в учебники моих учеников. Я уже не успеваю. Ирина Александровна. Сотни таких фотографий. Вот таких именно. Вот. И это будет новое садоводство. Это будет новый мир. Где не будет места дуракам. Они же. Наглядное. Наглядное фото. Как вылазят с большой глубины ростки. Чего не существует в природе. Посмотрите. Видели. Ну что ж это не понятно. Вот корешок. Вот отсюда должно быть штамп. Вот отсюда. Это что по вашему штамп. А вот семидоли. Вот они. Я. Может кто-то не понял что такое семидоли. Это. И. Я забыл. Надо было поподробнее. Это вот та самая косточка. Шкарлупки отлупились. А вот эти самые. Две половинки. Ну вот это. То что мы когда разбиваем. И едим. Внутро. Вот оно есть. Это как бы псевдолистики. Листики. Нижние листики. Это псевдолистики. Вот. Официальное название. Семидоли. Здесь запас веществ питательных. Вот. Оно не дает дереву погибнуть. Во время засухи. Дайте ему только взойти. И оно еще долго будет расти. Даже если не будет ни капли дождя. Главное. Чтоб разорвало оболочку. Но мы к этому еще придем. Итак. Вы уже поняли. Вы умные поняли. Вот оно так выглядит. Это мертвецы. Растила. Радовалась. Позвонила. Я обрадовал. Видите что делается. А они не знают. А у них звание. У них степени. Наука. Они этого не знают. Мне такое впечатление ни разу в жизни не садили. Переписывает уже сто лет. Двести. Растила. Растила.